всем доброе утро хотя уже у нас была тревога и был бабах я все-таки решила приготовить печенье хочется сладкого покупать особенно не я за что я сейчас не шикую денег совсем мало осталось не представляю как буду жить дальше ну а сейчас будем печь печенье самое простое я купила позавчера пачку маргарина и сейчас давайте займемся так сначала пачку маргарина порежем вот так вот кубиками для того чтобы растопить его на сковороде ну так будет быстрее плавится пару яиц разобьем и стакан сахара добавим смешаем добавим немножко муки и чайную ложку соды соды я гашу сам прям прям сюда наливаю на муку вот процесс пошел думаю вам видно теперь смешаю все залью маргарин растопленный еще немного перемешаю и начну добавлять муку и вымешивать тесто тесто должно меситься рукой должно стать липкое такое вот как на песочное печенье обычно на корзинки песочные всякие на чизкейки обычное песочное тесто муки уходит много около килограмма точно но я никогда не замеряла не взвешивала просто на глаз насыпаю пока перемешиваю венчиком пока оно еще позволяет по своей консистенции сейчас начну добавлять муку и месить рукой поэтому я подсчеркнула муку и волнуваю к thought уже без записи и я добавляюсь если вы не хотите видеть хорошо и я хочу узнать что-то не давайте подсчитаем Готовое тесто хорошо отстает от рук. Вот оно такое мягкое, пластичное, немножко круче, чем на вареники. Как обычно песочное тесто. Я думаю, хозяйки, которые любят готовить, понимают о чем речь. А кто не любит готовить и делает это первый раз, просто смотрите, как это выглядит. Жирное песочное тесто. Сейчас это тесто разрежем пополам, но на две неравные части. Одна половинка чуть больше, вторая чуть поменьше. Примерно третью часть отрезаем. Упаковываем в пакет и в морозилку на полчаса. А пока что я вырезала лист пергаментной бумаги и хочу устелить его в свой противень. Противень у меня не стандартный, как видите, потому что я знаю, что на стандартный противень, который в духовке, теста этого будет мало. Оно не закроет весь лист. Поэтому я вот на таком. И что я буду делать? Я буду выкладывать тесто кусочками, формируя бортики, как для чизкейка, как для корзиночки песочной. Что-то хрипло. Вот так вот выкладывать, растягивая по поверхности тоненьким слоем ровным. Вот так я разровняла тесто по всему противню. Сделала бортики небольшие. Сейчас займемся начинкой. Для начинки я смешиваю. Здесь у меня была ложка крема красной смородины, повидло яблочное, очень густое. И я еще открыла варенье клубничное, жидкое. В общей сложности консистенция должна быть хорошая. Понадобится нам где-то, может быть, полтора стакана начинки. И теперь мне нужно ее размешать. Кстати, я взяла толкушку для картофеля. И получается отлично перемять, перемешать. И получается вполне хорошая консистенция. Не жидкое и не густое. Такое варенье хорошо будет размазать. Получится легко размазать, разложить по слою теста. Думаю, его будет достаточно. Слишком жидкое тоже не хорошо, как и слишком густое. Ой, какой божественный аромат. Клубникой пахнет. И яблоками. Да, кулинария это на самом деле какое-то колдовство, какая-то химия. Не зря в этих всех пищевых институтах химию изучают чуть ли не как основной предмет в несколько курсов подряд. Так, кажется, размешала. Кажется, у меня получилось однородное такое вот пюре. Клубничное, яблочное. Ну, теперь буду раскладывать. Так, ну вот, я думаю, нормально. Можно, конечно, было бы немного больше варенья. Ну, ладно, сколько есть. Уже смешала, уже все, поздно. В общем, полтора стакана варенья на это все дело смело. Можно даже больше, около двух стаканов может быть. Все. Дальше достаем тесто из морозилки. Берем небольшими кусочками. Остальное пока в морозилке. У меня просто на улице жарко, я не хочу, чтобы оно быстро растаяло. И работаю небольшими порциями. И просто натираю, затираю по всей поверхности, как сыр на пиццу обычно, да, мы засыпаем. Вот точно так я натираю тесто. Я закончила натирать тесто по всей поверхности. И самое время отправлять печенье в разогретую духовку на 20-25 минут. Вот это вот должно немножко позолотиться. Ну вот, друзья, печенье готово. Теперь, когда оно остынет, сейчас оно еще горячее. Некоторые называют его пирог, тертый пирог. Я его так нарезаю вдоль, вот так вот, полосочками сначала. Шириной 3-4 сантиметра. Потом вот так по диагонали на ромбики. Вынимаю, складываю в кастрюлю, накрываю крышкой. И ем. Всем приятного аппетита! Пишите в комментариях, понравился ли вам этот рецепт. И еще одна маленькая рекомендация. Обязательно пробуйте, экспериментируйте. Не бойтесь смешивать разные виды варенья и повидла. Получается намного вкуснее, чем из одного и того же.